У нас сегодня общественное слушание, посвященное изучению религиозной культуры в школе по опыту первого года этого очень интересного эксперимента. С 1 апреля сего года в школах 19 регионов России в 4-5 классах проходит апробация комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений под названием «Основы религиозных культур и светской этики». Курс состоит из 6 модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Предполагалось, что родители четвероклассников могли выбрать для изучения один из названных модулей. Курс был рассчитан на две школьные четверти. Последнюю четверть 4 класса 17 учебных часов и первую четверть 5 класса, тоже 17 учебных часов, по 2 часа в неделю, всего в сумме 34 учебных часа. Инициатива введения данного учебного курса принадлежит президенту России, к которому обратились наши религиозные лидеры с соответствующей просьбой. Дальше были приняты распоряжения правительства, план мероприятий, написаны учебники, проведена профессиональная подготовка учителей и так далее. В эксперименте принимало участие более 240 тысяч школьников и 15 тысяч учителей, а также родители, педагоги, школьные администраторы, различные специалисты, ученые, представители религиозных учреждений, органов власти. По итогам эксперимента уже были проведены несколько социологических исследований. Данные опросов свидетельствуют, что в целом апробация изучения религиозной культуры прошла успешно. Большинство школьников отнеслись к новому курсу с интересом, хотели бы продолжить его изучение. Абсолютное большинство родителей, вот порядка 78%, как показывают опросы, чьи дети проходили этот предмет, восприняли его позитивно. Более того, большинство из них, то есть из родителей, прочитали учебник, по которому учился их ребенок. А для многих это была, кстати, первая книжка о религии, которую они вообще за всю свою жизнь держали в руках. Конечно, у кого-то есть нарекания к содержанию учебников, качество подготовки учителей, но то, что предсказали некоторые эксперты, серьезные эксперты, это был тревожный прогноз, рост межрелигиозной и межнациональной напряженности, разделение школьников по религиозному и национальному принципу, связанное с преподаванием данного курса. Это не зафиксировано. Опасения, к счастью, этого плана, это были наиболее серьезные опасения, оказались напрасными, это большой плюс. Но не все так счастливо. Результаты опроса выявили также то, что говорили многие эксперты. Организовать реальную возможность выбора модулей будет сложно. По словам родителей, в ряде регионов они были лишены возможности выбора, а модули курса за них выбирали чиновники или директора школ. Школы разными путями стремились минимизировать число преподаваемых у себя модулей, просто потому что не хватало учителей. Это проблема объективная, мы это с вами понимаем. Учителей готовились колес для преподавания этого курса, но тем не менее факт остается фактом. По данным опроса, проведенного в общественной палате, каждый пятый родитель, участник эксперимента, сказал, что ему не была предоставлена возможность выбрать тот или иной модуль. И те, кто выбирал, часто делали это не индивидуально, а коллективно. То есть все дети в классе изучали тот модуль, за который проголосовало большинство родителей. Это происходило примерно в половине случаев. Самое тяжелое, что могло бы произойти в данном случае, это попытка причесать всех одной гребенка. Первое, учителя, школы абсолютно не готовы к преподаванию этого предмета. Вот сказала этого и делаю большую паузу. Потому что никто толком не понимает, что, собственно, они должны преподавать. Выбора такого, который был бы продиктован конкретными условиями города, области, района, этого выбора нет. Это фактически спускается сверху. С какого вверху? Кто тут решает? Как преподавать? Кому преподавать? Ну, министерство решило, что такой опыт, что с четвертого класса. Дети, для того, чтобы они подключились к преподаванию, делаю паузу, потому что не знаю, чего преподавать, потому что выбора, в общем, нет. То ли преподавание религии, истории религии, религии, то ли преподавание светской этики, то ли преподавание основ православия, то ли преподавание, если это, предположим, такая область, как Чечня, где очень много, или Татарстан, или Башкирия, где много мусульман, то ли преподавание основ мусульманской культуры, религиозной мусульманской культуры. Толком никто, вот полная неразбериха, никто толком ничего не понимает. Второе. Идет явное совершенно, особенно в городах, так сказать, российской, среднерусской полосы, российских таких, чисто российских городов, идет явный уклон, такая тенденция, что ли, потому что преподавали основу православной религии. Православный ли, как основа, мусульманский ли, как основа, все это сейчас, при наших страшных показателях ксенофобии, ведет к конфликтам, к очередным конфликтам между национально-религиозной и дальше уже национальной почвой. Это очень будет неприятный момент, если будет преподаваться одна какая-нибудь религия. Конечно, наши дети, наши будущие строители нашего неповторимого общества, они должны быть образованными. Это наша главная мечта. И основы истории религии, основы религиозных направлений, религии вообще, они должны знать, они обязаны знать. Это необходимо для их культуры. А уже дальше, в кого, во что, как, где, с кем и в чем будет основа их верования, это зависит от их выбора. По-видимому, еще от выбора их родителей, если учесть, что все это начинается с четвертого класса, когда сделать самостоятельный выбор, конечно, ребенок еще не может. Предположим, да, ребенку можно очень увлекательно, очень содержательно, очень картиночно рассказывать об истории разных религий. И он будет замечательно в этом существовать. Я это абсолютно допускаю. Но я не допускаю, чтобы была какая-то одна религия, а остальные так, при том, при том, при всем. Я думаю, что это очень серьезная проблема. И сейчас нет решения окончательного. Будет ли это основой светской этики? Будет ли это история религии? Мое мнение, я думаю, что для того, чтобы нам как-то наше общество сплотить, для того, чтобы не было того, о чем мы говорим бесконечно, везде и всюду, и вот даже на ОБСЕ, об этом говорила, к сенофобии и результатам сенофобии, естественно, должна быть история всех религий. Естественно, дети должны знать основы основ каждой религии, откуда, что, куда и почему. А дальше, в смысле верования, в смысле, какую конфессию он выберет, в какой храм он пойдет, с кем он пойдет, сам ли, с родителями, с бабушкой, с дедушкой, с соседом, это уже будет выбор, если иметь в виду, тупо повторяю я, малыша, то, конечно, это выбор родителей. Если иметь в виду человека, который уже сам кто-то соображает и думает, то это будет его личный выбор. Епархия, которую мне поручено Святейшим Патриархом возглавлять, из 19 регионов включает в себя три региона. Это Ставропольский край, вошедших в апробацию, это Чеченская республика и Карачаево-Черкесия. Первое. Наверное, у меня есть возможность ответить на вопрос, внесут ли эти курсы, эти модули разделения. Ответ. Не внесли. Потому что наша составляющая по-настоящему многонациональная. Еще раз повторяю, не внесли. Ясно стало одно, и события последних дней, постоянные на Кавказе, говорят об одном. Нередко из-за незнания традиций своей и своих соседей происходят самые неприятные казусы. И это факт. Второе. Конкретно по введению. Действительно, вначале не так все было просто. Пример Ставропольского края. В течение с первого сентября за один день надо было провести по всему трехмиллионному краю и собрание. Такова была инструкция местного министерства образования. И собрание родителей. И дать данные, кто же что выбрал. Результат. Я вам зачитаю. Когда было первое, то 25,9-х выбрало основу православной культуры. Но что произошло? То, о чем уже говорили. Нередко, Владимир, вы говорили об этом. Нередко или коллективы решали, но еще чаще решали директора. В какой направленности директор. И в основном все сводилось или к светской этике, или к основам мировых культур. Тогда мы поняли, были даже случаи часто, когда просто у меня дети священников учатся в четвертом, пятом классе. И вдруг говорят, что все было нормально, добровольно. Но они почему-то оказались изучающими основами мировых культур. Я спросил, а как с вами разговаривали? Да нет, конечно же, никто не разговаривал. Тогда состоялся диалог мой с губернатором и с руководством, с министром образования Ставропольского края. На основании многих фактов. И мы пришли к выводу, что надо провести вторичный мониторинг с открытостью родителей, педагогический коллектив. Но то, что было задано президентом и премьер-министром определено. Главные действующие лица, кто выбирает, это дети и родители. Право выбора. И вот результат вторичного мониторинга. 67% вместо 25%. Это говорит о том, что открытость, она не мешает. Дело в том, что на настоящий момент мы можем сказать, что учебники написаны, естественно, они нуждаются в корректировке. Писались они очень непросто. Я не хочу возвращаться к этому вопросу, рассказывать об этом. Очень тяжело, и дело не только во временных рамках, а дело и в самой сложности этого опыта, этого эксперимента. И прежде всего содержательно очень сложно было, и методически было очень сложно. Учебники написаны, разработаны электронные пособия к этим учебникам. Очень большую работу провели методисты. Академия повышения квалификации подготовила довольно большое количество тьютеров. В общем, было сделано все, что, с моей точки зрения, все, что можно было в тех очень сложных условиях. Что мы имеем сейчас на этот момент? Детям, безусловно, курс нравится. Об этом свидетельствуют и результаты мониторинга, которые проводила и в Государственной Думе, и здесь. Почему нравится? Я позволю высказать соображение, что потому что курс нетривиальный, оценок не ставят, домашних заданий не задают, и учителя очень готовятся. Поэтому курсы получаются живыми. Нет негативной реакции у родителей. Не произошло того, чего мы боялись, что разделение детей по этноконфессиональному признаку вызовет какое-то размежевание. Казалось бы, все прекрасно, но есть вещи, которые тревожат. Я позволю себе об этом сказать. Но я уже так всегда выступаю в такой роли, что я всегда выступаю с какими-то такими замечаниями. Что меня тревожит? Меня тревожит подготовка учителей. Совершенно справедливо было сейчас сказано, что основная часть учителей, которые преподают, это учителя начальных классов. Вот замечательные методики, но содержательная составляющая в том, что касается проблем религии, это самое главное. Я, к сожалению, имею некоторые методички разработки уроков, которые получаю с места, которые я видела сама. Это, конечно, с точки зрения истории религии, с точки зрения религии видения, там чего угодно. Просто таких знаний интеллигентного человека о религии – это для журнала «Крокодил» в некоторых случаях. Я не говорю, что это всюду так. Нет. Но бывает такое. Поэтому меня беспокоит подготовка учителей. И если мы полагаем, что этот эксперимент дальше будет продолжен, то учителей нужно готовить. Компетенции в области истории религии должны быть не только у учителей-историков, но и у учителей начальных классов. И, кроме того, в России в этом смысле удивительным образом отстало. У нас отсутствуют разработки в области педагогики межкультурного диалога. Продолжение следует...